здравствуйте здравствуйте уважаемые дамы и господа рада вас приветствовать как видно как слышно так что у меня тут с моей усилительной техникой все ли хорошо скажите мне сейчас если все хорошо то тогда я еще подключу знаете что сегодня решила выйти в тик токи еще в эфир у меня полмиллиона подписчиков но что-то с началом войны но не было никаких эмоций мне туда выходить а сейчас решила попробовать юра написал что все хорошо ну что ну давайте тик ток попробуем какие вы вопросы задаете сейчас буду представлять друзья здравствуйте здравствуйте уважаемые дамы и господа рада всех приветствовать я бахтина елена моя специальность врач-кушер гинеколог генетик но так вышло что я очень-очень давно занимаюсь то тем что сейчас зовется нутрициология никогда не думала что так назовут эту науку вот для меня это сам просвет работа потому что каждый человек имеет право знать что у него внутри как то что у него внутри работает и как он с помощью своих обычных обычной пищи физической нагрузки питьевого режима вообще ухода за собой может ли он отсрочить старение сделать так чтобы суставы не разрушались не набирался лишний вес не повышалась артериальное давление не поджидали за углом болезни цели цивилизации они же болезни стареющего организма это инсульты инфаркты а гипертоническая болезнь онкология и так далее но вообще честно говоря я люблю работать просто для красивых людей что такое красивый человек это человек который не готов сдаваться вот я например не готова сдаваться я не хочу сдаваться люди которые не готовы сдаваться они постоянно думают чем что же я еще могу сделать для себя чтобы жизнь моих клеток в моем теле было более приятно вот собственно говоря вот это вот и есть моя специально специализация а кто я еще я просто сегодня после длительного перерыва впервые вышла в тик ток а вот поэтому я немножечко больше представлюсь а так вообще ведь на youtube канале у меня большой канал академия здоровья елены бахтиной и там вы можете встретить много видео это я сейчас с тик токером моим говорю так вот а так обычно представляюсь меньше сейчас немножко больше представлюсь я автор книги который называется старости нет или как оставить своего доктора без работы кстати говоря первые две бесплатные главы вы можете почитать уважаемые кто меня слушает через тик ток в шапке профиля а вот под этим видео в ю тубе есть ссылка на эту книгу книга скоро скоро вот слушайте мы уже перевели книгу на украинский язык причем это очень качественный перевод в перри переводила рубаниста марина это кандидат медицинских наук и все классно получилось но я упустила целую главу про углеводы и пока мы не будем выдавать книгу без этой главы про углеводы но очень скоро украинская версия выпустится этой книжечки и уже есть английская версия я очень рада так вот сегодня что я делаю у меня сегодня все очень просто вы задаете вопросы а я на эти вопросы отвечаю я уже вижу достаточно большое количество вопросов но сначала так как был не показывать отклонить но сначала что я сделаю я сначала отвечу на заготовленные вопросы что такое заготовленные вопросы у меня есть группа куда добавляются telegram канал куда добавляется все желающие это бесплатно и там идет определенная работа с вами по коррекции вашего питания и вот люди которые тогда добавляются они задают вопросики сейчас я на эти вопросики в блиц в блиц варианте быстренько отвечу и так ирма 56 лет спрашивает слизь в организме слизь в организме говорит о загрязнении организма как избавиться что вы имеете ввиду ирма под словом слизь и где она в организме вот ну как бы это очень частая такая какая-то жалоба но мне кажется она больше индуцирована эта жалоба потому что есть много людей которые каким-то образом были не знаю этой слизи слизь 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 это хорошо все ваши слизистые оболочки в организме покрыты слизью и эта слизь обладает защитной защитным эффектом например слизистая оболочка желудка умеет вырабатывать слизь которым покрывается это сверху слизистая оболочка и это есть защита от той соляной кислоты которая в том же слизистой оболочки желудка выделяется но уже другими клетками чтобы не происходило самопереваривание той самой слизистой оболочки что тут что тут плохого в этой слизи например если ваш желудочно-кишечный тракт не будет иметь достаточное количество слизи то ваш пищевой комок не будет просто скользить по желудочно-кишечному тракту в этой так называемой слизи содержится большое количество пищеварительных ферментов и осуществляется пристеночное пищеварение о чем вы говорите скорее всего вы говорите о том что вы утром проснулись и что-то такое солоноватая какая-то жидкость сползает по задней стенке глотки не так ли скорее всего вы об этом объясню у вас есть лимфатическая система лимфатическая система собирает знаете вот ладно не с того начала есть клеточки есть клеточки они лежат не где-то в пространстве они в межклеточном пространстве лежат в межклеточном пространстве это пространство жидкость у кого-то она совсем в плохом состоянии это уже не жидкость а медуза у кого-то гель а у кого-то прям жидкость и вот в этом межклеточном пространстве слепо начинается лимфатические капиллярчики которые насасывают на себя какое-то количество этой межклеточной жидкости чем она более густая тем сложнее им работать насоса в эту жидкость себя это уже лимфа лимфа подымает до ближайшего лимфа ческого узелочка там и и фильтруют через лимфа ческий узел в лимфатическом узле работает система распознавания инородного то есть иммунная система кого надо того убивает вот потом выше узелочек выше 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 потом все это сбрасывается на уровне под ключицы то есть смотрите от пятки от вашей лимфа идет вверх-вверх-верх и на улице на уровне подключиться Идя при этом против всех сил правил гравитации, сбрасывается в кровеносную систему. Кровь быстро проводит всё через печень и остатки токсинов в печени уже, в печени должны провести, проводится дезактивация. И потом уже готовые токсины сбрасываются в виде желчи, в желчный пузырь, потом в 12-перстную кишку. Вот такая вот история. Очень много лимфоидных органов в области ротоглотки, невероятное количество. И вот здесь, если у вас плохо работает система забора лимфы, очистки лимфы, сброса лимфы и так далее, она очень плохо работает у людей, которые за собой не следят, у которых не проходят системы лимфоочищения, например. То тогда происходит ситуация, когда через лимфатические узлы сложно выделить эту лимфу, и она здесь начинает выделяться через слизистую оболочку. Это приводит к отёку, набуханию слизистой оболочки. Вы можете храпеть во сне, и у вас по задней стенке стекает вот эта солоноватая жидкость, которая называется слизь. Ответила? Где ещё эта слизь может быть? В какашках вы её можете увидеть, вы эту слизь можете увидеть во влагалище. То есть точно такая же система лимфосброса существует во влагалище, ещё в лёгкие. Поэтому очень многие люди, особенно мужчины, вечно откашливаются, отхаркиваются и, не дай бог, отплёвываются. Почему я живу в Болгарии? Здесь, знаете ли, не принято плевать на пол. Это настолько создаёт мне такой комфорт, что я прям только вот здесь готова жить, просто даже потому, что я не слышу мата, это раз. Может быть, я его слышу, но я его не понимаю. И люди здесь не харкают, блин, на пол. Это просто невероятно. Так вот, теперь расскажу, что делать. Слизь в организме, да? Вы берёте и проходите программу лимфоочищения. Внимание! Те из вас, кто уже в системе старости нет, система старости нет, это 12 шагов, 12 основных привычек, за что организм поцелует вас, прям поцелует вас. Как поцелует? Сделает минус 15 лет биологического возраста, будет вас любить. Каждая клеточка будет каждое утро говорить, боже, какое счастье, что я родилась именно в этом организме, какая у меня заботливая хозяйка. Или хозяин, и вообще это мой бог. Так вот, на пятой ступени в системе старости нет, мы пройдём программу очищения лимфы. В книге эта программа не описана, потому что в книге всё не опишешь. И те из вас, кто хочет, вот вы уже поняли, что вы хотите разборбулить межклеточное пространство, вы хотите, чтобы лимфа быстрее оборачивалась, вы хотите, чтобы печень лучше работала, вы хотите, чтобы кишечник выкакивал, отдавал эти токсины, которые словила печень, вы хотите, чтобы токсины быстрее через кровь проходили. Так вот, программа лимфоочищения, она предусматривает использование биологически активных комплексов. У меня есть программа, которую я упаковала в виде конспекта номер 6, не смотрите, что он называется, бьюти-карта, целлюлит-бьюти-карта. Она работает, эта программа, и против целлюлита, потому что целлюлит – это где-то застой лимфы, всё-таки в подкожно-жировой клетчатке. Но это и есть описанная мной программа лимфоочищения. Пользуйтесь на здоровье. Где можно взять конспекты? Конспекты смотрим под этим видео, конспект номер 6, или если вы меня слушаете через тикток, просто напишите мне личным сообщением. Дайте мне, пожалуйста, конспект здоровья номер 6. Можете таким же тоном, как я сказала. Следующее. Павел, 26 лет. Как вылечить атопический дерматит? Страдаю с самого раннего детства. Павел, это сложное состояние, атопический дерматит, и вы его уже не перерастёте. В детстве говорят, да ничего, перерастёт, а вы как-то и не переросли. Лёгкого решения не бывает. Вот я серьёзно вам говорю, но не бывает лёгкого решения. Знаете, какое лёгкое решение есть? А мы сейчас купим гормоносодержащую мазючку, которая с глюкокортикоидом, намажем атопический дерматит сверху, и не будет никакого атопического дерматита. Но как только перестанешь использовать, опять всё вернётся на свои места. Я думаю, что вы уже пробовали, и вы так не хотите. Поэтому мы идём сложным путём. Сложный путь, извините, я буду быстро говорить, это конспект здоровья номер 24. Для кого он касается? Всех людей, которые имеют атопический дерматит, всех людей, которые имеют хоть какое-то аллергическое заболевание. аллергический бронхит, поленос, аллергические другие высыпания на коже, и все аутоиммунные заболевания, друзья. Каждая, ну не знаю, там, по моим ощущениям, десятая женщина имеет аутоиммунный гипотириоз, по крайней мере та, которая ко мне обращается. Так вот, всем вам 24 конспект. Что такое 24 конспект? Это много различных методик, собранных в одну большую трёхмесячную программу. Первая методика. Мы поэтажно заживляем желудочно-кишечный тракт, потому что любая аллергия аутоиммунных заболеваний, в том числе атопический дерматит, это неблагоболучие со стороны желудочно-кишечного тракта. Желудочно-кишечный тракт то там, то здесь имеет какие-то иты, и воспалительные процессы, или желчь неправильно выделяется, или есть гастрит, или гастрододенит, или какой-то, ну в общем, или там, ну в общем, какие-то воспалительные процессы, в том числе синдром дырявого кишечника. Если не знаете этого термина, ну как-нибудь в следующий раз расскажу, чтобы сейчас много информации не давать. Мы заживляем слизистую оболочку желудочно-кишечного тракта, убивая всю условно-патогенную, патогенную, все микрофлору. При этом насаждаем нормальную кишечную микрофлору. Без нормальной кишечной микрофлоры вы не получите чистую кожу. Это раз, это два. Третье, что делает программа, она противогрибковая, потому что многие хронические ииты, и многие хронические воспаления, да, и многие аллергические заболевания, это засилие условно-патогенных микробов под названием грибы родокандида, другие грибы, которые живут себе спокойно в мешкопечном пространстве, и когда лимфатические капиллярчики хотят взять мешкопечное пространство на себя, и чтобы лимфа была, да, чтобы это уже лимфой считалось, то эти грибы забивают эти меленькие капиллярчики, и нормальный обмен лимфы невозможен. И тогда кожа берет на себя функцию. Ну ладно, ну вы не можете так сбрасывать лимфу в мешкопечное пространство, давайте я через кожу буду сбрасывать. И это выглядит как? Покраснение, отек, сочица, потом следующая фаза, может быть экзема влажная, вот то, что я объяснила, или сухая, мокрая, сухая. Вот, поэтому очень, вот это вот, 24 конспект, это тоже делает. Следующий момент, в 24 конспекте мы проводим раз в жизни аутоиммунный протокол, он описан в конце конспекта. Будут дополнительные вопросы, дополнительно отвечу, что такое аутоиммунный протокол, я уже просто много-много раз отвечала на этот вопрос. Вот, проводится эта программа раз в год. Я не знаю, хватит ли вам одной программы, потому что вы 20 лет болеете, я не знаю, хватит ли одной программы, но эта одна программа проводится в год, занимает 3 месяца. Три месяца использования трав, биологически активных комплексов, препробиотиков, профессиональных гипотопротекторов, профессиональных ощелачивателей, все это мы с вами делаем, и все остальное время вы просто кормите печень, даете себе антиоксиданты, все витамины, все минералы. Потом приходит опять весна, желательно весной это делать, кстати, скоро мы пойдем в коллективную чистку, кто хочет, кто понимает, что я сейчас говорю ваши уши, кто это понимает, скоро будет коллективная чистка, вот в марте я ее запущу, все вместе будем идти по 24 конспекту, я тоже, потому что у меня не было атопического дерматита, но за ушком было мокнутие, у меня было мокнутие на руках, шелушение мокнутие, вот как атопически выглядело это все. У меня был поленоз, системный кандидоз и так далее, то есть я человек, который регулярно находится в этом конспекте, ну прям регулярно, раз в год, мне для себя не жаль, потому что я очень хочу, у меня уже 20 лет, нет ничего из того, что я перечислила, я хочу, чтобы так было всегда, окей? Вот, третий вопросик, заготовленный мой холестерин 7,5, высокий, появились ксантелазмы, плохо, я их удаляла лазер, но хирург сказал, что они будут появляться вновь, если не буду принимать статины. Две недели пила разувастатин, стало себя очень плохо чувствовать, боли в мышцах, да, это осложнение, голова тяжелая, вся разбитая, не пью, стараюсь следовать вашим рекомендациям по углеводам, салат на ужин, длину и семя, что можно в моем случае. Раньше ставили еще диагноз жировой гипотоз 1-2 степени. Смотрите, что делают доктора, они видят ксантелазму, они понимают, что это нарушение жирового обмена, они видят высоченный холестерин, и они действуют, они должны действовать в зависимости от факторов риска, сколько у вас риска схватить первый инсульт, инфаркт, потому что вы находитесь, ну как бы вы обратились, теперь он за вас отвечает, и если он не даст вам статины, а вы через 3 месяца дадите инсульт или инфаркт, то ему снесут бошку, понимаете, вот и все. Но доктор не по идее, а есть прям 10 правил ведения пациентов в зависимости от их кардиального риска. Он обязан, ваш доктор обязан прокурировать, что вы кушаете, сколько воды пьете, что у вас с желчоотоком, какой у вас терротропный гормон, он должен вас заставить похудеть, потому что вы не написали, Ирина, 52 лет, какой у вас весо-ростовое соотношение. Но если у вас есть жировой гипотоз первой, второй стадии, ой-ой-ой, это значит, что ваша печень ожирела. А знаете, почему она ожирела? Потому что вы кушаете много углеводов или кушали много углеводов, сначала ожиревает печень, ну и параллельно где-то ожиревает и тело. Поэтому мы что делаем в системе старости нет? Я надеюсь, что вы уже в системе старости нет, потому что у вас другого выхода нет. Система старости нет. Вот если бы доктора ее рекомендовали при высоком холестерине проходить людям, то через три месяца люди бы к ним возвращались. И вот если можно, вот если есть хоть малейшая возможность с помощью коррекции стиля жизни и питания снизить холестерин, вот это бы происходило. И вот тогда надо было бы принимать решение, надо давать статины или не надо. А доктора сразу хватаются за статины, потому что, скорее всего, они вас видят в первый и последний раз. Понимаете? И у них нет такого количества времени, как у меня с вами возиться и корректировать ваше питание. Да? Вот поэтому я создала систему старости нет, где на нулевой ступени, друзья, система старости нет. Или запросите в личном сообщении ссылочку, или сейчас Юра, скорее всего, даст в чат там, где ютуб. Как мы решаем вопрос с высоким холестерином? Друзья, поставьте единички, у кого высокий холестерин. Как мы решаем вопрос с высоким холестерином в программе, которая называется «Система старости нет». На нулевой ступени мы тратим холестерин о физическую нагрузку. То есть я заставляю вас двигаться, ваша мышечная масса начинает расти, а значит вы начинаете делать большое количество новых клеточных мембран. В их структуру встраивается холестерин. Уровень холестерина в крови падает. На первой ступени мы разбираемся, сколько белка в вашем питании. Вы начинаете использовать суточную норму белка и жиров. Соответственно, вы становитесь накормленным. Вы перестаете постоянно хотеть есть. А углеводы мы редуцируем, потому что передозировка углеводов в питании приводит к повышению холестерина. На следующей ступени, на второй, мы распаиваемся, потому что если ваша кровь не бурная речка, а застойное болото, соответственно, сердцу тяжелее работать. На сосуды концентрация всего, всех работающих комплексов в крови растет. Например, если дегидратация произошла, то и эритроцитов будет больше, и холестерин более высокий и так далее. Поэтому у вас распаиваем. И ощелачивание проводим, потому что когда кровь кислая, то она травмирует стенки кровеносных сосудов. А там, где травма, нужно холестерином замазывать. Что непонятно? Все понятно. На третьей ступени мы доразбираемся с углеводами, холестерин нормализуется и так далее. Да, друзья, еще когда на входе, либо в книгу, вдруг вы захотите книгу прочитать, или в систему старости нет. Система старости нет – это система, когда вы получаете каждый день одно мое видео. Одно видео каждый день. А книжечка вы читаете, читаете книжечку, понимаете, о боже, я не так делала, буду теперь делать иначе. И что вы еще делаете? Вы получаете письма сопровождения, и везде есть чаты поддержки, где я отвечаю на вопросы, и мои кураторы отвечают на вопросы. Так вот, перед тем, как вы зайти в книгу или в систему старости нет, я с вас требую анализы. Мы увидим ваш тиротропный гормон. Удивительно, но доктора не смотрят тиротропный гормон, прежде чем назначить статины. А вдруг вы в гипотириозе, и поэтому у вас высокий холестерин. Удивительно, но доктора не делают ультразвуковое исследование органов брюшной полости, чтобы увидеть, есть застой желчи или нет. Что там вообще? Вдруг там желчекаменная болезнь уже давным-давно? Поэтому высокий холестерин, прежде чем назначить статины. Много чего доктора не делают, потому что нет времени на вот это вот все, на медленные танцы. А у меня есть, друзья, у меня есть время на медленные танцы, на медленное восстановление того, что вы медленно потеряли. А это уровень здоровья. Плюс конспект здоровья номер один. Все, что я сказала, друзья, описано в конспекте здоровья номер один. Кстати, в системе старости нет, вся четвертая ступень посвящена холестерину. Поэтому у кого высокий холестерин, добро пожаловать. Система старости нет, ждет вас. Лариса, 55 лет. Лена, здравствуйте. Ознакомилась с программой ЖКТ. Попробовала заварить 9 капсул подарка на 300 мл воды. В термосе на дне остается очень много этой травки. Все, она плохо растворяется. Она не растворяется. С чего вы решили, что трава может раствориться? Она остается в осадке. Может, большим количеством воды нужно заваривать? Нет. Ну, Лариса, надо взбурбулить и выпить одну треть от того, что взбурбулили. Перед завтраком. Перед обедом взбурбулить на голодный желудок и еще одну треть выпить. Перед ужином последнюю треть. Если вы три раза в день кушаете. Если два раза в день кушаете. Перед первым, перед вторым приемом пищи и на ночь. Задача, чтобы вот это вот, ваши заваренные 9 капсул лак-подарка, заваренные кипяточком, чтобы поконтактировали в теплом виде со слизистой оболочкой желудка. И поубивали там всяких возбудителей, хеликобактер пилори и так далее. Окей? То есть, растворения полного не будет. Это трава. Поэтому мы ее пьем вместе со шметочками. Прямо эту траву и пьем. Окей? Так, Екатерина Т. Рост 161, вес 62 недели белка. Ем около 80 грамм. Постоянно запоры. Стоит поесть углевод каша. Сразу хочется в туалет. Как решать вопрос с запорами? А почему вы кушаете 80 грамм белка, когда вам нужно 60 грамм белка? Это первый мой вопрос. Второй мой вопрос, почему вы убрали углеводы? Кашу овсяную лично вам можно, потому что вы в оптимальной весо-ростовом соотношении. Зачем вам убирать все углеводы? Скажите, там же в книге не написано убирать все углеводы. И в системе старости нет, не написано убирать все углеводы. Если вы покушали овсяночку с утра и пошли себе спокойно в туалет, значит вам она показана. Кушайте, продолжайте. 161 рост, 60 килограмм веса. Зачем вам менять то, что вам дает комфорт? Кашу тогда овсяную вставляем. Как решить вопрос с запорами? Вот так и решить. Использовать кашу. Каша неплохой продукт. Как можно решить вопрос с сиборийным дерматитом с помощью питания? Спрашивает Екатерина. Екатерина, я Павлу отвечала очень объемно на этот вопрос. Вот этот вопрос, он и вам в ушки. Окей? Любовь 34 лет. У меня обнаружено 2 тератомы в яичнике и в районе щитовидной железы. Стоит ли делать операцию, если она повторная? Ну, смотрите, тератома – это опухоль из зародышевой ткани. Сама не рассосется. И в этих тератомах, когда я видела одну удаленную тератому яичника, во-первых, она достаточно крупная, дорастает до крупных состояний, больших таких, вот, объемная. И там обрывки хрящей, волос, в общем, такое что-то вообще непонятное. Но, по идее, она повторно не вылазит. По идее, она повторно не вылазит. По идее, она никогда не озлокачествляется. Но, так как они крупные, они могут менять, могут мешать окружающим органам. Вы молодая девочка, 34 лет, вы, возможно, захотите еще детей. Вот, соответственно, вам нужно, чтобы в малом тазу все было на своих местах. Чтобы сперматозоид через полость матки и через тоненькую, красивенькую, проходимую маточную трубу прошел. А навстречу ему, чтобы из вашего яичника, который в нормальном положении, не сдавлен тератомой, в нормальном положении, оплодотворенная яйцеклетка зашла бы в маточную трубу и встретила там своего героя с жгутиком. И там бы произошло оплодотворение, а потом все это вернулось бы в полость матки и была бы беременность. Понимаете, на что я намекаю? А если в полости малого таза вот такая штукенция, то вообще о каком нормальном вообще положении органов может вестись речь? Поэтому тератомы вот в связи с этим, как правило, удаляют, удаляют. Но вот так вот вам повезло, не повезло с генетикой, что вот эти тератомы есть. Просто, как правило, тератомы не повторяются, не повторяются. Вот тут у меня, конечно, не складывается пазл. Ирина, 47 лет. Друзья, я сейчас отвечаю на заготовленные вопросы, которые мне пишут в моих чатах, а потом я отвечу на ваши живые. Три вопросика еще отвечу, и буду на ваши живые отвечать. Лена, здравствуйте. Ирина, 47 лет, спрашивает. Пью дикий ямс от НСП по одной-два раза, один месяц. На 21-й цикл я сдала прогестерон. Результат 17. Смысл мне писать абсолютное значение вашей результата? А вы написали референс. Молодец. А норма до 14. Ну, классно, значит, мы работаем. Обычно? Обычно дикий ямс, дикий ямс – это предшественник прогестерона, да. То есть действует за счет диазгенин, действующее вещество. Это общий предшественник для пригненолона, а из пригненолона уже делается прогестерон. Обычно мы не видим повышения уровня прогестерона, но в вашем случае, где 14, там и 17. Почему я, смотрите, Ира, почему я никогда не смотрю эстрогены и прогестероны, не трачу людские деньги на эти странные анализы? Почему я этого не делаю? Я еще со школьных, с институтских времен не делала этого, потому что не имеет никакого смысла. Женские, мужские половые гормоны, ну, сейчас о женских говорим, это очень маленькие штуки, которые изначально делаются из холестерина. И любое воздействие, например, вы переболели там, или у вас кровь вязкая, вот по гематокриту это видно, уже все, вы точно вылезете за предел референса. Более того, вы можете сдать этот анализ, ну, буквально там, через 3 дня, и вы получите совершенно другое значение. Поэтому не имеет смысла на них опираться. Не знаю, зачем вы, ну, смотрели, но это неплохо, нехорошо. И еще такой момент. Смотрите, так как это очень мелкие гормоны, стероидные гормоны, ошибка лаборатории в определении вашего результата плюс-минус 20%. То есть, смотрите, 20% это 1,7 плюс 1,7, 3,3 и 4. Вот 17 плюс 3,4, это будет 20 с чем-то. И 17 минус 3,4, это будет 14 с чем-то. Вот ваш результат на самом деле не 17, а 14,5-20,5. Ну, к примеру, поняли мою логику? Вот, поэтому можете вообще не переживать, ну, и не имеет смысл вообще никаким образом на это акцентировать внимание. Анастасия, 33 лет. Не надо запрашивать у меня приглашение в эфир, друзья. Я никого в эфир с собой не возьму. Это я в ТикТок говорю. Анастасия, 33 лет. Вес растет, живот как у беременной. Анастасия, 33 лет. Пожалуйста, приходите в систему. Она странно для вас называется. Она называется «Система старости нет». Но знаете, почему так называется? Просто потому, что в основном вес начинает расти не в 33 года. Он в основном начинает расти ближе к 40-ету. Это вы что-то настолько неправильно делаете, скорее всего, с питанием, что он у вас растет в 33 года. Поэтому приходите, разбираетесь в 33 года с нагрузкой. Будете красивую жопку иметь, красивые ножички, красивые плечики и ручки будете иметь. Потому что красивые люди, они из мышц состоят. Я привью вам любовь к физической нагрузке через систему старости нет. Второй момент. Я научу вас правильно питаться. Так научу, что вы никогда больше не будете прибегать к помощи никакого нутрицолога, никакого диетолога. Потому что вы очень подробно будете представлять и понимать, как составить свою тарелку. Это изи, это очень легко. Научу вас пить и так далее, и так далее, и так далее. Воду я имею в виду. В общем, разберитесь в 33 года, и в 66 на вас будут смотреть ваши сверстники и те, кто помоложе. И будут говорить, вот зараза, ведьма не стареет. Вот зараза, ест, вроде бы, ну как бы, типа все. А посмотри, какая красивая. Вот так вот будут говорить. Друзья, я серьезно говорю. Я серьезно. Это так легко, человеческий организм так легко устроен, можно сказать, примитивно. Не надо его усложнять. Он очень примитивно устроен. И просто нужно понимать, как. Давайте выпьем воды. Наталья, 43 лет. Порекомендуйте схему лечения по восстановлению женского здоровья. Диагнозы аутоиммунный тиридит, эндометриоз, ранний климакс, как вернуть месячные? Я отвечала на этот вопрос Наталье в виде звукового. Поэтому я молодец и могу приступать к живым вопросам, которые пришли и задают те люди, которые прям тратят время на YouTube, на то, чтобы быть вместе со мной в эфире. Спасибо вам большое. Поставьте, пожалуйста, вот так вот трансляции, и я погнала отвечать на ваши вопросы. Да? Татьяна. Здравствуйте, Елена. Подсолнечное масло нерафинированное можно использовать для салатов? Конечно! А какое еще тогда можно использовать? Подсолнечное. Ну, как бы это не самое прекрасное в мире масло, сразу скажу. Но если вы его не нагреваете, не подвергаете термической обработке, то и ладно. Если его храните вот не в таком стекле... Во-первых, в стекле надо хранить, друзья. Не покупайте подсолнечное масло в пластике. Его нужно хранить в стекле, но не в таком стекле, а в темном стекле. Потому что каждый лучик солнца, который достигает вашего подсолнечного масла, делает там нехорошие вещи. Там рождается синглетный кислород. Синглетный кислород – это облигатный, то есть стопроцентовый возбудитель свободных радикалов. Ну, это и есть активная форма кислорода, свободный радикал. Он убьет, добежит и убьет молекулу белка или молекулу жиров. Ну, в масле следующую молекулу жира. И родится еще больше свободных радикалов. И так идет перекисное окисление липидов в вашем пищевом продукте. И вы используете подсолнечное масло, которое вроде бы нерафинированное и классное, но хранилось в прозрачном пластике. И все. И фактически вы дарите себе большое количество свободных радикалов, с которыми, конечно, справится ваша система ловли свободных радикалов. Потому что мы имеем совершенные системы улавливания свободных радикалов, если у вас есть антиоксиданты. А если у вас антиоксидантов нет в пище, то есть вы специально их не добавляете в пищу, антиоксиданты бывают двух типов. Первый тип – это витамины А, Е, С, С, М, С, Лен. Вот такие, да. А второй тип – это природные компоненты, которые тоже по-разному называются. Вот там полифенолы различные и так далее, которые содержатся, например, кожура винограда, экстракт косточек винограда. Например, куркумин. Не куркума, там очень мало, биологическая доступность очень низкая. Ах, прям куркумин. Понимаете, вот это. Поэтому, друзья, я рекомендую всё-таки использовать, если используете подсолнечное масло, то вот очень хорошо хранимое. Или оливковое масло, даже для заправки салатов. Почему? Просто в подсолнечном масле больше двойных связей. Свободные радикалы бьют именно по двойным связям. А в оливковом меньше двойных связей. Ближайшее в области омега-9, да, полинасыщенная жирная кислота в районе 9-го атома углерода. И по ней сложнее ударить, понимаете. Поэтому оливковое масло, кстати, его и хранят лучше. Его прям хранят или в бочках без доступа кислорода и лучиков солнца. Или когда разливают, то в стекло разливают, а не в пластик. И тёмные бутылки, да. Данил спрашивает. Лена, при беге пульс бывает достигает 185, но это если высокоинтенсивно, ничего не болит, быстро в норму приходит, это не опасно. Это вы находитесь в зоне серьёзного аэробного процесса бега уже, как опытный, с разной скоростью. Ну, вам 26 лет. Вы можете не смотреть на пульс, Данил. Вам 26 лет. Вы можете делать что угодно. Но делать что угодно, лишь бы ваша мышечная масса росла, вы становились всё красивее и красивее, всё здоровее и здоровее. Потому что, когда вам будет 50-60, ну, как бы тот в преимуществе человек, который имеет большую мышечную массу. Это я вот как девочкам говорю. Девочки, 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 делайте всё, что от вас зависит, чтобы вы вошли в менопаузу на пике развития мышечной массы. А мужчинам попроще. Мужчина, если он красавчик, он спортом занимался в 26 лет, он всю жизнь красавчик, и потом мышечную массу почти не теряет, особенно если продолжает заниматься. Это у женщины, там обвально может происходить потеря мышечной массы с вступлением в менопаузу. А вы молодец, красавчик, продолжайте. Здравствуйте, Лена. Юлия спрашивает, скажите, что делать, чтобы разбудить яичники? Случилась апоплексия яичника. Это разрыв яичника. Сделали лапароскопию. И по словам доктора, с яичником всё в порядке. Но тут назначили силуэт. Силуэт я перевожу с русского на русский. Это гормоносодержащий препарат. Это комбинированный оральный контрацептив, который мне не подошёл, и по отмене его яичники уснули. А мне очень плохо. Всего 39 лет, и мы ещё ребёночка хотели. Так, ну вы всё написали, молодец. Только не написали, как долго у вас нет месячных. Если месячных нет в течение одного года, я верю, что мы можем раскочегарить этот процесс с помощью травок. И методика простая. Там на самом деле простая методика, но, друзья, я рекомендую вам взять ссылочку под этим видео. Боже, я посмотрю, что у нас под этим видео. Под этим видео у нас есть книга «Старости нет» по акции. Ну, я, честно говоря, рекомендую вам по акции купить, потому что у нас сегодня была летучка, и мы решили, что, слушайте, ну нельзя продавать, по-моему, за 26 долларов книга стоит. Я сказала, что хватит продавать за 26 долларов. Серьёзно говорю. Потому что это не книга. Это тренинг. Уже все забыли, что это тренинг. Это вы один раз купили книгу. А я с вами занимаюсь 100 дней. Я с вами занимаюсь 100 дней. Вы получаете от меня 100 дней книги, кроме того, что книгу вы читаете, ещё письма сопровождений, и я ещё пожизненно, не 100 дней, а пожизненно, отвечаю на ваши вопросы в чате по книге. Эта книга не может стоить 26, поэтому она больше не будет стоить 26. Вот, ладно, это я отвлеклась. Я хочу узнать. Вот, оформить дисконт на все продукты NSP. Видите? Вы оформляете этот дисконт для своей страны. Ждёте от меня письмо, что вы молодец. И в этом письме, где вы молодец, будет ссылка на чат NSP вопросы-ответы. Будет такая ссылочка. Вот. И вы туда обязательно попадите. Зачем? Потому что я там могу вам сбросить работающую схему. Сейчас только проговорю. Значит, дикий ямс по 2-2 раза мы используем на постоянной основе. И 14 дней мы включаем эстрогенно содержащий комплекс, называется F-CIS-DUNK. По 2-2 раза. 14 дней пьём, 14 дней не пьём. А дикий ямс на постоянной режиме. Плюс мы кормим яичники, надпочечники и щитовидную железу. Это суперкомплекс по 1-2 раза, келп по 1-2 раза. На этой системе за 3 месяца, по идее, должны раскочегариться месячные. Если вы что-то чувствуете, но месячных нет, ну как бы что-то чувствуете, классно, значит, тогда можете дольше использовать. Но ваша задача получить эти месячные. И сделать так, чтобы они были более-менее регулярные. Как можно посмотреть, ещё пойдут, не пойдут? Надо сделать ультразвуковое исследование яичников, и там будет видно, по наличию или отсутствию фолликулов, как там дела. А также можно посмотреть фолликулостимулирующие или тенизирующие гормоны. Если они слишком высокие, зашкаливающие, там сотка выше, то тогда как бы у меня меньше шансов на восстановление. Ну, я меньше шансов даю вам, что они восстановятся. Но в целом бывают такие интересные ситуации, что уже не ждали, не гадали. Больше года прошло, а всё приходит в своей рамке. Так, Лена, часто хочется есть тренировки каждый день. Три силовых, четыре кардио в неделю. Но на сладкое не тянет. Просто хочется есть яйца, мясо, но не торты. Это норма, если вы набираете мышечную массу. Если такой вопрос задаёте, ещё ваше весо-растовое соотношение нужно знать. Смотрите, Данил, вы смотрите на себя в зеркало. Если видите красавчика, окей, значит, вы всё правильно делаете. Если видите, что там где-то живот, где-то там подкожно-жировая клетчатка, ну, как-то рыхлость какая-то где-то, значит, и много углеводов. Ну, побольше углеводов. А так, если вы худенький, с идеальным весо-растовым соотношением, пашите в спортивном зале, как ё-моё, то, конечно, вам не 1,2 грамма белка на вес, а вам до 2. Иногда люди, которые очень интенсивно занимаются, и 3 грамма белка на каждый килограмм веса. Кушайте, кушайте, да. Когда вы приходите в спортивный зал, кто слышал такое от тренера? Вам надо кушать, надо кушать, вам надо, кушать надо. Занимаешься, надо кушать, да? Вот так вот тренера говорят. Такие большие, такие тренера, такие, у них мисочка, вот мой тренер. Вот такой, занимается со всеми. Но не мой, он не меня тренирует, а других. Вот, и кушает, и кушает. А сам красавчик, да. Так, хорошо. Наталья Литвиненко, Лена, добрый вечер. Парень, 18 лет, ходит в спортзал, тренер рекомендует креатин. Нет, это классно, это хорошо, потому что он ходит в спортзал, а креатин – это одноразовая молекула, которая при расщеплении дает возможность получить энергию. Вот и все. Потратилось. И в организме много креатина делается, но если снаружи еще добавить, будет неплохо. Да. Добрый вечер. Юлия спрашивает. При ходьбе побаливает ткани вокруг коленок? Ощутимее правое. Может, это связки? Что применить? Ну, у меня о вас мало информации, да? Вот, если вы молоденькая девочка, да, скорее всего, неправильная нагрузка. Скорее всего, неправильная нагрузка. Что побаливает в связке? Почему они побаливают? Какая-то неправильная нагрузка. Может быть, одна нога длиннее, чем другая. Может быть, у вас сколиоз, может, перекос таза. То есть, надо решать на более глобальном уровне. Пойдите к устроопату, пусть он вас покрутит и скажет. Да, у тебя, вот видишь, таз не в ту сторону. Он там связочки поменяет, и тогда коленки магическим образом перестанут болеть. Теперь по поводу, чем кормим. Весь связочный аппарат, все хрящи, все кости, ключевой белок кто? Коллаген. Поэтому мы даем суточную норму белка. Вот вам нужно, Юля, посчитать, сколько вы съедаете в день белка. Один грамм на каждый килограмм веса. Это обязательно. Вот, если не доедаете, вот, но в целом нормальный вес ростовой соотношения, не хотите ничего менять. Любой белковый коктейль, не обязательно коллаген. Просто на коллаген все набросились, потому что они наивно думают, эти люди странные, что если пить коллаген, то этот коллаген сразу твоим коллагеном становится. Нет, с чего вы решили? Вот с чего вы решили? Это такой же белок, как все остальные. Вы можете использовать растительные виды белка, животные виды белка. Да, я использую продукт NSP в качестве нутрициологического сопровождения, поэтому в моем случае это либо смарт-мил, либо нутриберн, либо коллаген. Кто живет в Европе, пожалуйста, коллаген. Шикарный, шикарный. Раз. Второе. Нам нужно дать серосодержащее что-то, это метилсульфанилметан, органическая сера, потому что когда вы из аминокислот будете строить свой коллаген, между серосодержащими аминокислотами образуются десульфидные, очень прочные мостики. Вот оно. Хороший вариант. И надо дать один поливитаминный продукт, например, суперкомплекс. Зачем мы его даем? Потому что, чтобы нить коллагеновую, которая представляет собой очень плотно заплетенную косичку, чтобы эту коллагеновую нить закрепить, чтобы она не расплеталась, нужно дать две заколочки. Витамин С и железо. А вторая заколочка, витамин В6 и купрум медь. Вот это вот все лучше дать в поливитаминном комплексе. Окей? Все. Рассказала основное. Ткани вокруг коленок, если болят, значит, хрящи, скорее всего, не заинтересованы. Если не запомнили, если не запомнили все это, то берете конспект. Под этим видео есть все конспекты, а вы берете конспект номер 12. Там немножечко шире, больше, чем я рассказала. Окей? По-моему, даже видео есть. Кто меня слушает через ТикТок, напишите в личные сообщения. Дайте мне, пожалуйста, конспект номер 12, потому что у меня хрустят, болят суставы или просто хочу профилактику остеопороза, потому что уже в менопаузе. Вот так вот можете написать. Окей? Так, Алла Филатова. Добрый вечер, Лена. Когда в позвоночнике постоянный воспалительный процесс, можно ли снизить при этом холестерин, билирубин? Правильно ли я информирована? При воспалительном процессе печи вырабатывают много холестерина. Но при любом воспалительном процессе организм понимает, что-то жареным пахнет, что-то не так. Где-то воспалительный процесс, много свободных радикалов. И эти свободные радикалы ясно делают в кровотоке и везде, они травмируют стеночки кровеносных сосудов, соответственно, вырастает холестерин. Но надо стараться. Надо стараться. Просто видите, у вас и билирубин высокий, у меня закрадываются смутные сомнения. Может, вы пеняете на воспалительный процесс в позвоночнике, а у самой весоростовое соотношение не в порядке. И талия больше 80. Если я права, если я права, то вы или по скидочке берете книжечку «Старости нет», читаете, и этого будет абсолютно достаточно, чтобы вы поменяли стиль питания. Либо идете в систему «Старости нет». По поводу воспалительного процесса. Мы всегда можем работать противовоспалительной терапии. Если воспалительный процесс в позвоночнике, то нужно быстрее кормить кость, чем она разрушается воспалительным процессом. Как ее кормить? Я только что рассказывала, как строить коллаген. Противовоспалительные вещи тоже есть. Та же подарка, тоже коллоидное серебро, та же босфелия. То есть надо активненько работать. Активненько. Лариса, здравствуйте. Лена, гликемический индекс зеленой гречки и коричневой немножечко разный. Коричневая та же самая гречка зеленая, просто ее поджарили. То есть была дополнительная термическая обработка, поэтому у коричневой гликемический индекс 50, у коричневой 50, а у зеленой может быть немножко меньше, ну может быть 40. Посмотрите, пожалуйста, я просто сейчас не могу заглянуть. Наберите зеленая гречка, гликемический индекс и дайте мне обратную связь. Все очень легко ищется в интернете. В таблице пишет гречка, ну какая именно? Коричневая. Я пеку хлеб из зеленой гречки, думаю, много ли углеводов и получаю на завтра. К или на завтра. Лариса, я бы вам ответила, если бы знала ваше весо-ростовое соотношение. Если у вас нормальное весо-ростовое соотношение, Италия 80, вы можете спокойно использовать хлеб из зеленой гречки, почему нет? Если у вас ненормальный весо-ростовое соотношение, и вы, допустим, читаете книгу Старости нет или в системе Старости нет и уже вычистили, убрали основные углеводы, и каждую неделю вы, меня, куратора, радуете результатами. Как я проверяю ваши результаты, друзья? Что в книге, что в системе Старости нет, я проверяю ваши результаты. Я прошу, я вам выдаю варианты написания табличек, и вы эти таблички в заполненном состоянии мне сбрасываете раз в 7 дней. И если есть результат, я вас хваль-хваль. А если результата нет, мы начинаем разбираться, почему нет результата. Так вот, если у вас, Лариса, неправильное весо-ростовое соотношение, нужно отдавать лишние килограммы, но тем не менее на низкоуглеводном питании у вас регулярные есть результаты, это значит, ваш хлеб из зеленой гречки не портит вам результат, продолжайте его использовать. А если результата нет, то тогда мы пробуем неделю жить без этого замечательного блюда и смотрим, пошел ли результат. Понимаете? Все очень просто. Нам можно все, что не тормозит результат. Марина Горденко. Сейчас, давайте попьем водички. Друзья, если вы мне задаете вопросы в ТикТок, классно, я отвечу после того, как они закончатся в Ютубе, они скоро закончатся в Ютубе. Так, так, так. Идем дальше. Низкий ферритин 16, а гемоглобин 135. В чем проблема? Проблема в вашем низком ферритине, низкий белок крови 70. Смотрите, ферритин это запас, запас. Это когда гемоглобин хочет сделать, хочет быть произведенным, то организм идет на склад и идет же, и берет железо с полочки. Полочка это ферритин. И пока, пока вот эти 16 ферритина хватает, чтобы сделать гемоглобин. Но туда же идет головной мозг, потому что ему тоже нужно железо для своих задач. А головному мозгу отказывает. Туда же идет печень, потому что система цитохромов на железе работает. И приходят за гемоглобином и за системой цитохромов. И говорят, ладно, гемоглобин более жизненно важная вещь, давай мы железо в гемоглобин отдадим. А система цитохромов сидит и стоит и говорит, в смысле жизненно важная. Если я плохо работаю в системе цитохромов, у нее вообще могут быть миома, мастопатия, гиперплазия, эндометрия и рак. Я очень жизненно важная. Вот. На что ему отвечают, ну ты знаешь, все равно гемоглобин важнее. Без гемоглобина она умрет прямо сейчас, а без тебя, системы цитохромов, мы тебя, конечно, очень любим и уважаем, ну лет через 10. Поэтому иди броди. Как вам такой разговор? Поэтому, друзья, кто еще не знает свой уровень ферритина, очень рекомендую прям завтра, с утра пойти в ближайшую лабораторию и потратить деньги на себя. Не на какую-то булочку, не на какое-то 16-е платье. Нафига вам 16-е платье? Идите и посмотрите уровень ферритина и витамина D. Это, по крайней мере, два самых главных дефицита, которые вы не имеете права себе позволить. Марина Годенко. Вы берете конспект здоровья номер 20. Там описано железо в хилатной форме. Используйте при вашем показателе. Можете первый месяц по 2-2 раза использовать железо-хилатная форма, то есть 100 миллиграмм, а потом переходить по 1-2 раза. Прячем в центр пищи, центр пищи, ну потому что железо не всегда хорошо переносится, вот так вот скажу. Вот. Поэтому в самый центр пищи. Окей, все будет хорошо. Так, да. В чем причина аденома предстательной железы? У женщин аналог предстательной железы молочной железы, а у мужчин аналог молочных желез предстательной железы. Ну это умозрительно. То есть это ткань, которая часто дает доброкачественные опухоли по своим причинам. И чем старше мужчина, тем больше шансов, что это будет диффузное увеличение предстательной железы. То есть она целиком будет увеличена в размерах. Вот как молочная железа иногда бывает, ну она в основном узлами идет, да. Вот и от одной предстательной железы тоже узлами может пойти, либо быть диффузно увеличена. В чем проблема? Ну, во-первых, проблема в возможном озлокачествлении, да, поэтому у нас всегда онконастороженность. И мы смотрим PCA. Что такое PCA? Это протеин, ассоциированный с предстательной железой. Вот. И он растет, когда предстательная железа просто увеличена, аденома, или когда рак предстательной железы. Вот это вот есть онконастороженность. Вот. Какие проблемы могут быть еще с этим связаны? Когда увеличивается предстательная железа, через нее же идет мочеиспускательный канал, ее проводит мочеиспускательный канал, и получается, что происходит задержка мочи. То есть предстательная настолько большая и тургорная, такая плотная, что передавливает тот мочеиспускательный канал, по которому должна отводиться моча. И в мочевом пузыре застаивается моча. И тогда УЗИст говорит, о, остаточный объем, вот человек пошел, пописал и вернулся на прибор. И УЗИст говорит, вот, смотрите, 40 миллилитров остаточной мочи, не дописал, не дописал. Вот. А почему это болезнь, ассоциированная со старостью? Ну, потому что, потому что, ну, не так хорошо срабатывают все механизмы, и, да, действительно, в основном у пожилых людей возникает это аденома. Есть такая фраза, я вижу дальше, писью ближе, да, вижу все, что есть на баре, а писью себе на носки. Вот. То есть, на качество струи это влияет. Более того, ваш муж, у которого такая проблема с предстательной железой, может не давать вам спать. Не потому что секса, а потому что через вас лазит в туалет два-три раза в ночь, потому что, ну, надо порожнять мочевой пузырь, он не полный, он не может быть пустым, не опорожняется. А вот, что делаем? Пока никто не хватается со скальпель, мы даем рассасывающую терапию. Это протеаза по две-два раза, по три-два раза натощак, плюс водичка с хлорофиллом, плюс омега-3. И мы даем сол пальметто, это сок карликовой пальмы. В аптеках это называется простамол уна, но я думаю, что качество сока карликовой пальмы намного выше в НСП. Даем по две-два раза, прям очень хорошую дозировку. Как быстро ждать результатов? Если вы посмотрите конспект здоровья номер 23 под этим видео, я, во-первых, там все это расписала, что вам сейчас рассказала, во-вторых, там висит результат мужчины, которые за 9 месяцев с 40 мл остаточной мочи сделал 4. Практически здоровый человек и объем предстательной железы пришел в норму. Крутой результат. Так, у подростка Юлия спрашивает, непроизвольный тики головой наблюдается у психиатра замедленное внутриутробное развитие, назначали препарат против эпилепсии зачем-то, ну потому что тики, надо ли? Можно поправить как-то, благодарю. Юлия, смотрите, я кормящая мамочка, ну вот можно мне так назвать, нутрициологи все должны кормить, нутрициологи не должны лечить. Какая у нас задача? Мы берем центральную нервную систему вашего подростка и начинаем ее прям пичкать, кормить, омега-3, лецитин, для того, чтобы нервные импульсы бежали быстро по нервам и не перескакивали друг с друга с одного на другой. Тогда хаос, тогда какофония. Представляете, если бы нервные электрические импульсы, которые бегут по кабелю, а там обмотка несовершенная, они бы залазили и потом перескакивали на соседа, а каждый несет свою информацию. Это ужасно на самом деле, поэтому и стики и так далее. Так вот, обмоточку-то делайте, это омега-3, лецитин. Дальше, центральная нервная система потребляет колоссальное количество энергии, невероятное количество энергии наш компьютер. Поэтому даем витамины группы В, потому что часть из них энергообеспечивающие, а часть витаминов группы В обеспечивает синтез всего белков, жиров, всего в организме, понимаете? Вот, поэтому мы кормим, мы кормим. Потом надо понять, когда лучше, на чем лучше. То есть, мы этого мальчика еще будем успокаивать. Для этого мы используем магниехилатная форма, очень рекомендую магниехилатная форма производства NSP, прям невероятно сильно рекомендую, просто попробуйте. Я знаю, что есть другие формы, но это работает прям замечательно. Вот, нужно пробовать, использовать успокаивающую мазь, попробуйте Тэйфу, есть тоже производство NSP, потому что лучше сон будет, глубже сон будет, успокаивает опять-таки. И это фактически эфирное воздействие, да. И пробуем комплекс валерьяны. То есть, первое направление кормим, второе направление успокаиваем. Окей? Я не знаю, насколько это все выражено, поэтому противоэпилептический препарат, ну, надо смотреть, снимает ли он, снимает ли он. И если пьете противоэпилептический препарат, мы тогда защищаем печень очень активно, потому что достаточно токсичная вещь, да. Гепатопротектор омега-3, ой, извините, лецитин, левгард, молочный чертопах по очереди, да. Крис, добрый вечер, в каких продуктах больше всего клетчатки? Вот если бы вы написали, из какой страны, да, смотрите, во всех странах есть лоу-клоу, лоу-снижение, клёхолестерин. Это пребиотик, это ловец солей тяжёлых металлов, радионуклеидов и так далее в просвете кишки. Ну, в общем, это высокоинтеллектуальный продукт на основе псиллиума, но это не псиллиум, это высокоинтеллектуальный продукт со многими вариантами действия. Одна чайная ложечка в водичке, если размешать и выпить на ночь, плюс ещё если добавить капсулку бифидофилус флорофорс будет вообще волшебно. И я всем желаю приобрести эту замечательную привычку для восстановления кишечной микрофлоры как минимум. Вот, если вы в Европе живёте, у нас ещё есть, я всегда на него посматриваю, метаболик детокс. Ну, вы не написали где, поэтому не буду на это акцентировать внимание. Вообще, в Европе пошли вот ассортимент NSP пошёл, знаете, каким путём? Путём, чтобы это было вкусно, многофункционально и чтобы одним продуктом можно было поделать тьму-тьмущую задачу. Поэтому и Power Beats и Power Green и Metabolic Betox они, ну, я обожаю эти продукты, я просто не знаю, как я раньше без них жила. Всё вкусно, всё быстро и всё очень-очень динамично, классно. Наталья Назарова, Леночка, здравствуйте, у женщины на холоде и при ходьбе сводят стопу между пальцами. Похоже на неврому Мортона. Чем помочь? Неврому Мортона. Надо показаться. Может быть, остеопату. Мы можем кормить. Причём, здесь придётся кормить нервную систему. Да? Вот. И надо посмотреться у остеопата, потому что стопа – это очень сложная архитектура. То есть, представьте себе, это свод и поперечный, и продольный свод, и очень важно, как, куда приходится основная нагрузка, потому что всё тело, оно стоит на стопе. Да? Куда приходится основная нагрузка? Если она, если женщина выпала из вертикальной оси туловища, если её скручила вперёд, по типу старческой осанки, то нагрузка на переднюю часть ближе к пальчикам. И всё. И тогда уже будет и поперечная плоскостопие, ну и там бешеное количество нервных волокон, действительно. Если какой-то из них зажимается, ну да, будет сводить стопу. Поэтому здесь и работа со стопатом, и кормление. Так, хорошо. Как кормить нервную систему, рассказывала на примере Тика. Так. Виктория тертичная. Добрый вечер, Елена. У дочки постоянно холодные руки и ноги, и даже цвет пальцев темнее на ногах. Дочери 20 лет маловесная, да, можно сказать, что она маловесная, метр семьдесят семь, пятьдесят семь. Смотрите, дочку кормим, проверяем, съедает ли она суточную норму белка. Если не съедает, добавляем белковый коктейль. Даем все витамины, все минералы. Почему девочка 50, ну вот у меня метр семьдесят четыре, и я тоже вот в ее возрасте где-то 57 весила. Метр семьдесят четыре, но я поменьше, да, вот, ну то есть, и я выглядела достаточно худой, на самом деле. То есть, что там, какой-то недокорм, либо она себя недокармливает, ест не то, какие-то углеводики ест, а нормальную пищу белковую не ест, не приучили, да, вы же могли ее не приучить, редко кто приучает. Вот, плюс, даем все витамины, все минералы, причем вот в таких формах в виде биологически активных комплексов, например, суперкомплекс по одной-два раза, потому что, если она ест, но имеет дефицит по весу, это значит, что она плохо усваивает, или мало ест, а если человек мало ест, но он не способен, невозможно взять из пищевого рациона в 2000 килокалорий все необходимые витамины, минералы. Вот попробуйте мне доказать, что вы можете, потому что я и так, и эдак считала, и я доказала сама себе, мне не надо вам доказывать, я себе доказала, я не могу, я не бегемот, есть такое количество пищи, поэтому суперкомплекс по одной-два раза. Окей? Вот, если есть какие-то нарекания на допереваривание пищи, то тогда нужно запустить программу допереваривания пищи, на всякий случай, это конспект номер восемь, вот, то есть кормим. Вот, соответственно, когда человек в оптимальном весо-растовом соотношении и нет дефицита, у него нормальные и руки, и ноги будут не холодные. Плюс, аэробная физическая нагрузка. Боже, какое большое количество людей я сняла с йога-коврика и отправила просто на прогулки. Друзья, я каждый день на прогулке, и когда я возвращаюсь с прогулки, несмотря на то, что у меня тонкие руки и ноги, у меня внутри термоядерный реактор, внутри все горячее, все горячее. Если девочка сидит и работает где-нибудь в офисе, то она просто не пользуется всеми своими капиллярными сетями, конечно, будут холодные руки, холодные ноги. Поэтому физическая нагрузка обязательно. В ее случае можно и анаэробную давать, потому что, ну, худенькая, ей нужно всегда заниматься мышечной массой. Она достигнет пика мышечной массы к своим примерно 25 годам. И желательно достичь этого пика мышечной массы. Потому что если дохляк в подростковом, ну, в таком молодом возрасте, то в старом возрасте, ну, в старом, там, за 65, как-то, извините, я не хотела сказать, что вы старый, нет, в возрасте зрелом, 65+, мышечная масса будет совсем все плохо. Понимаете? Так, Юля, благодарю за ответ. Год нет месячных. На ЗГТ у меня жуткая реакция, вплоть до озноба. И если даже подобрать ЗГТ, возможно ли беременность? На ЗГТ не будет беременности, ясное дело. ЗГТ, оно на то и ЗГТ, чтобы не было, ну, в смысле ЗГТ. Когда вы даете эстрогенопрогестерон, это ваши яичники не работают. Вот. Год нет, ну, давайте пробовать, Юля. Пробуйте, запускайте, потому что, а что, у вас есть другой вариант? Если вы не пробовали запускать месячный с помощью трав, значит, вот возьмите и попробуйте. Потому что, ну, на ЗГТ, если не было месячных, и вы даете себе ЗГТ, то они не появятся, так не будет. Яичники будут продолжать спать. Евгения. Леночка, подскажите, пожалуйста, как можно поменять спонсора НСП, подключиться к вам? Никак, друзья, никак. Вообще. Даже не задавайте мне эти вопросы. Я специально выхожу в прямые эфиры. Я понимаю, что не у всех спонсоры доктора. Даже если доктора не все говорящие, что у меня есть определенный талант. Что я делаю, друзья? Я выхожу в эфир, чтобы ответить на всехшние вопросы. Я же не спрашиваю, вы моя или не моя. Поэтому, пожалуйста, не оскорбляйте ни меня, ни себя, ни вашего спонсора, который что-то сделал для того, чтобы вы влюбились в продукт НСП, вот этими предложениями. Никогда. А если увижу, что переподписались, там мужа подписали, так далее, я все равно найду, попрошу прощения у спонсоров и верну вас. Серьезно вам говорю. Не портите мне карму. Она у меня достаточно светлая. Я не собираюсь ее портить. Дикий ямс. Лилия пишет, на днях приедет. Келп уже пью. Хорошо. О, Юра ответил, да. Я эмоционально немножко ответила, друзья. Просто часто, ну, меня отвлекают немножко эти вопросы, часто задают. Так. Какая может быть, да, кто не в моей организации, вы можете приходить задавать вопросы. Я же специально делаю эту работу. Я эту работу. Я знаю. Я делаю эту работу. Все нормально. Так. А ли я, да? Какая может быть причина сокращения менструального цикла с 25 до 23? 47 лет. Вот это причина. Удалена щитовидная железа. Вот это причина. То есть вы сейчас на гормонозаместительной терапии по щитовидной железе, да? Вот. И пришлые гормоны, не ваша Т4, а вот эта, которую вы в таблеточках используете, не так хорошо заводят клеточки, чтобы в тех было достаточное количество энергии. Сейчас, подождите. Подождите, подождите. Оп. Вот. Поэтому что мы делаем? Что мы делаем? 47 лет. Смотрите, в 47 лет и даже без удаленной щитовидной железы может меняться продолжительность цикла. Ну, то есть вы в переменопаузальном периоде. Поэтому что вы можете делать? Во-первых, всегда нужно кормиться, да? Мы даем себе суперкомплекс по 1-2 раза. И все. Или можете защитную формулу по 1-2 раза. Или суперкомплекс по 1-2 раза. То есть витаминный комплекс себе даем. Раз. И второе, что мы делаем? У нас есть дикий ямс. Мы можем добавить пороха в пороховнице. По 1-2 раза, по 2-2 раза. И посмотрите, как это будет, как это сыграет на длину цикла. Он у вас и так был, ну, коротковатый. Ну, 28 чаще всего встречается. А у некоторых 30 циклов длины. А потом укорачивается, да? А вот у вас, ну, каждые 23 дня, да? Частенько. Так. Прекрасно! Боже, друзья! Я успела ответить. Теперь посмотрю в ТикТоке на вопросики. Если есть адекватные, то тогда отвечу. На неадекватные вопросы я не отвечаю, друзья. Ну, так, на всякий случай. Потому что я так давно в ТикТоке не выходила, что... Что? Так. Посоветуйте, что попринимать, если часто овечий кал у взрослого ест ферментированные овощи, салаты, но... Смотрите, это может быть недостаток воды, если человек не допивает воду. Проверьте. 30 миллилитров на каждый килограмм вес. Вот. Можете начать давать 30 миллилитров на каждый килограмм веса, только не залпом, а попивать. Раз в 15 минут, как я это делаю? Чуть-чуть не забывала. Давайте вместе. Смотрите, как. Берете вот такое что-нибудь с собой, постоянно таскаете такую водичку. Можете с хлорофиллом мою любимую. Вот это вот сейчас у меня вкусная вода. Солстик. Ну, это производственный спир. Делаем 2-3 глоточку. Эта вода, скорее всего, останется в просвете желудочно-кишечного тракта. Частично она выйдет в кровь. Но выйдя в кровь, ее почки не заметят, поэтому не отфильтруют. И вы не будете бегать, как ненормальная, в туалет по-маленькому. Дело в том, что наше содержимое желудочно-кишечного тракта нужно, чтобы было увлажненное. Тогда формируется длинная нормальная какашка. А если какашка не увлажненная, то она разделяется на отдельные фрагменты, как овечья какашка. Когда это еще бывает? Спастический колит. Если бывают утянущие боли внизу живота, вот это ситуация, когда, может быть, весь какой-то воспалительный процесс в толстой кишке, и запускается спазм в какой-то отделе. И вот была нормальная уже будущая какашка. Спазм ее делят на две части, на еще на две и так далее. Вот овечья стул. Тогда нужно работать над нормализацией кишечной микрофлоры. Это локла, 1 чайная ложка, это пребиотик в стакане воды, плюс бифидофилус флорафорс, это пробиотик, очень мощный, очень высокодозированный, очень качественный. Но это каждый вечер, до того, как получите нормальный стул. Если не знаете, где это взять, напишите мне личное сообщение, и моя помощница вам сбросит, как зарегистрироваться, чтобы вы посмотрели на пре и пробиотики. Помогает реально только гептрал, остальное силос. Помогает от чего, миленькая? Два месяца нет, от печени. Есть ли польза от гепатопротекторов? Конечно, есть. Но есть мембранопротекторы, о которых нельзя забывать. Смотрите, печень состоит в основном, это паренхематозный орган, то есть в печени нет никаких полостей. Паренхематозный орган. Клеточки, 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 клеточки. И эти клеточки – это сплошные биологические мембраны. Наружная мембрана – двойной слой липидов. Все внутренние мембраны – это двойной слой липидов. Вот, каких липидов? Это омега-3, лецитин, встроенный холестерин туда, понимаете? Вот это. Соответственно, вот это и нужно давать, для того, чтобы печень хорошо себя чувствовала и строилась. Плюс, есть реально не мембрана протектора, а прям гепатопротектора. Это производная расторопша. Причем должна быть стандартизированная производная расторопша. Вот, 24-процентный экстракт, который содержит силимарин, силибин в нужном количестве. Это профессиональный гепатопротектор. Задача, чтобы профессиональный гепатопротектор не содержал красителей, эмульгаторов, этилового спирта, что они туда еще пихают, фталаты и так далее. Это ужасно иногда смотреть на аптечные гепатопротекторы. Вот так как мы их используем длительный промежуток времени. Зачем? Потому что у некоторых желчекаменная болезнь, у некоторых, ну там, не знаю, жировой гепатоз и так далее и тому подобное на длительный промежуток времени. Поэтому требования к гепатопротектору очень высокие. В моем случае это либо лифгард, запишите, либо молочный чертополох. Просто мы их чередуем. Вот, кто хочет посмотреть на состав, как это все выглядит, попасть в интернет-магазин, просто напишите мне личное сообщение. Дайте мне, пожалуйста, ссылочку на интернет-магазин. Поделитесь трансляцией, попросите остальных сделать то же самое. Спасибо большое, Екатерина. Да, пожалуйста, сделайте это. Потому что, ну как я пробьюсь к мозгам людей? Только через вас. Если вы этого не сделаете, то кто же это сделает? Здравствуйте, только подключилась на ЗГТ, Клима-норм, яичники пустые. Что из НСП попить? С 19-го года яичники пустые. Нет, не получится восстановить месячные. Просто оставайтесь на Клима-норме. Оставайтесь на заместительной гормональной терапии, если вам хорошо и комфортно. Вы просто не написали своего возраста. И знаете, что если месячные остановились, то знаете, чем нужно заниматься? Профилактикой осложнений климактерического периода. А это остеопороз. Это остеопороз. Поэтому вы можете запросить конспект здоровья номер 12. Я о нем сегодня несколько раз говорила. Мне в личное сообщение напишите. И девочки, мои помощницы, выдадут вам этот конспектик. И идите по нему, чтобы не терять костную массу. Это очень важно. Постоянно зуд у лба. Почему? Прямо лба. Интересно, почему именно лба? Мне сложно сказать. Может, там гриб живет. Может быть, аллергия. Ну, я не угадаю, честно говоря. Смотрите, когда я не знаю, что делать, ну, вот когда я не знаю, почему у нее зуд у лба, тогда я представляю, что я в лодочке. Вот, как я могу помочь этому человеку. Одно весло называется почиститься, другое весло называется покормить ее. Вот, все, это нутрициологический подход. То есть, мы проходим программу лимфоочищения. Я в самом начале о ней говорила очень подробно, не буду повторять. Конспект номер 6. И в этом же конспекте описано, чем себя кормить. Любой поливитаминный продукт высочайшего качества. Много отрыжки после еды, не наедаюсь, углеводов практически не ем. Много отрыжки после еды. Скорее всего, гипоцидный аноцидный гастрит. Так называемый гастрит с маленьким содержанием соляной кислоты или без соляной кислоты. Гипоцидный аноцидный гастрит. Вот, они гипертрофические, они аутоиммунные, как правило. Вот, и с ними действительно сложно работать. Сложно, но можно. Поэтому, знаете, что я делаю? Я даю конспект здоровья номер 8. Там описаны травы, которые улучшают подслистый кровоток, влажность слизистых оболочек, их сочность. Сочность в плане выработки, в том числе, пищеварительных ферментов и так далее. То есть, мы пытаемся улучшить до переваривания пищи всеми способами. В том числе, там есть прописанные пищеварительные ферменты. Вот, когда закончите конспект номер 8, тогда это конспект по улучшению переваривания пищи. Потом можем пойти на аутоиммунный протокол, если такой диагноз действительно стоит, если я попала. Я же сейчас угадываю, да, но вдруг я попала, и вы знаете про свой атрофический гастрит. Если не знаете про свой атрофический гастрит, можете сдать анализ, который называется гастротест. Там 5 показателей, в том числе показатель образования аутоантител к париетальным клеткам вашего желудка, которые, собственно говоря, убивают эти клетки, которые умеют делать соляную кислоту. Ну вот такая вот вещь. Тогда мы применяем 24 конспект, это аутоиммунный протокол, чтобы остановить процесс. И этот же конспект улучшает состояние всех тканей в желудочно-кишечном тракте и улучшает ваше переваривание пищи. Да, сложно, но что делать? Гликированный гемоголин 5,61. Молодец. Инсулин нормальненький, 8,13. Глюкоза хорошая. Индекс инсулино-резистентности 1,77. Нет, у вас нет инсулино-резистентности, потому что инсулино-резистентность – это когда индекс выше 2,7. У вас 1,77. Молодец. То есть углеводный обмен вы не убили. Если вы еще не в оптимальном вес-растовом соотношении, позвольте мне вам помочь. Вы уже очень осознанно, вы уже много знаете, много умеете. Система старости нет, книга старости нет. Она цена не тем, что там что-то новое. Нет. Она цена тем, что я умею с вами разговаривать шутками, прибаутками, сказками, визуализировать. А печень сказала, а почки ответили. На-на-на. Читается легко, моя информация воспринимается очень легко, и вы не сможете больше косячить. Друзья, вот это особенность. Когда человек понимает, что у клеточек нет ручек, ножек, они не умеют сами искать себе пропитание, у них нет денег купить белок, если вы сегодня не дали. Ну, в общем, они заложники. Люди начинают нормально относиться к своему телу. Потому что для себя люди не могут. А когда ты им объясняешь, что внутри тебя огромное количество, как наврожденные дети, ручки, ножки есть у детей, да, но они полностью зависят от вас. Накормите, не накормите, поменяйте подгузник, нет. Вот когда люди так начинают к себе относиться, то тогда у них нет вопросов вообще. Не перестает косячить, они начинают перестраивать свою жизнь и получать лучшие результаты. То есть еще одна аналогия. Представьте, вот смотрите. Ладно, не представьте. Иногда вы поднимаете глаза к Богу и спрашиваете, «Боженька, за что мне это? Вот просто скажи». Или поднимаете глаза и говорите, «Боженька, спасибо тебе большое. Сегодня был такой прекрасный день. Ааа, я хочу еще завтра такой же». Да, бывает у вас такое? Бывает. Так вот, ваши клетки, они воспринимают вас, как божественное сознание. Вот только вам в голову может прийти, сегодня ничего не есть. Только вам в голову может прийти сегодня пойти на прогулку. Только вам в голову может прийти сегодня купить систему или книгу «Старости нет» и поставить себя в те рамки, которые им, клеткам, будут очень хороши. Очень хороши. И вы будете, клетки вам ответят моментально взаимностью. И вы будете хороши, каждую неделю отмечая, в каких планах, в каких объемах. Потому что я же у вас все спрошу, друзья. Я очень мягкая, но если хотите результат, то мы с вами играем по-серьезному. Я серьезно вам преподаю инструкцию по эксплуатации человеческого тела. Вы серьезно мне даете отчеты каждый день. Все. И у нас студенческая работа завершена через 100 дней прочтения книги. Система «Старость» нет подольше. Там 5-ти минуточки. То есть вы просыпаетесь, утром кликаете, чтобы я вам что-нибудь сказала новенькое. Следующее утро еще просыпаетесь. Так 21 день на одну привычку. Всего 12 привычек, 9 месяцев, и вы красуточка. Красуточка. Потом захотите стать нутрициологом. Еще скажу, как стать нутрициологом. О боже, мне отправили подарок от всего сердца. Спасибо большое. Это я листаю еще ваши вопросы. И тут, да, нарвалась на подарок. Прекрасно. Прекрасно. Хорошо, друзья. Вроде бы поотвечала, даже в ТикТоке ответила на вопросы. Ну, знаете, мне прям приятно, потому что в ТикТок не хотела выходить. Иногда много какого-то неадеквата, но смотрю прям прекрасно. Спасибо большое за то, что вы провели этот вечерок со мной. Я побежала на английский. Что нужно сделать для того, чтобы в ближайшее воскресенье услышать от меня тему отеки? Скажите, для кого тема отеки прям важна? Плюсики поставьте. Я вам расскажу, от чего развиваются отеки. Утром проснулись, и вот как бы пастозная, отечная, и все это проходит только к 12. Это очень частая такая жалоба. Или, например, все вроде бы хорошо, но к вечеру отечные ноги. И так далее. Или, например, все классно, но только во второй фазе цикла отекают. И, кстати, всех готовы убить. Вот эти вот моменты я проговорю в воскресном эфире. Прям разберем с вами. И не только эти. Много других еще моментов. Так что присоединяйтесь. Академия здоровья Елены Бахтиной. Это в Ютубе. Академия здоровья Елены Бахтиной. Не пропустите. Вот. Мне, пожалуйста, что тут принято ставить? Какой-нибудь лайк? Поделиться трансляцией? Подпишитесь на канал? Подпишитесь на Ютуб? Активируйте колокольчик? Была очень рада с вами быть сегодня. Люблю, целую.